Итак, что же мы чистим? Что можно чистить, что нельзя? У нас есть 5 выделительных систем. У нас есть кишечник, и его можно чистить. И его нужно чистить. У нас есть почки, и их можно промывать. Их нужно промывать. Слово очищение в данном случае некорректно, потому что мы не имеем возможности почистить почки. Мы имеем возможность только их промыть. У нас есть кожа, и мы обязательно должны ее чистить, промывать любыми способами. Это называется потеть. Когда мы потеем, мы чистим кожу. Но когда мы смываем с нее грязные остатки вместе с скрабами, со слущимися элементами, мы тоже ее чистим. Но кожа загрязняется изнутри. И поэтому сколько бы мы ее снаружи не чистили, умопомрачительного эффекта не будет. Надо чистить внутренние среды. У нас есть бронхи. Это третья система, которую мы можем чистить. Их надо промывать. Но если мы начнем с бронхов, мы достаточно серьезно пострадаем. И у нас есть пятая выделительная система, которая называется лимфа. Значит, лимфа – это уникальная белая река, которая затекает из межклеточных жидкостей и вытекает через дыхательную систему в виде насморка, в виде кашля, в виде мокроты, а также через выделительную систему – репродуктивную и мочевыделительную в виде белия. Я сейчас не буду глубоко туда вникать. У меня не эта задача. У меня не задача научить вас чиститься. У меня задача понять, будем ли мы это направление развивать и собрать ваши за и против. Потому что у вас есть свой опыт очищения. У меня есть свой опыт очищения. И вопрос, с каким опытом вы уйдете. Либо вы захотите освоить этот метод, либо вы скажете, что нет, чиститься мы не будем. Мы пойдем к врачам, мы будем отрезать, мы будем смотреть, мы будем… Ну, я не знаю, что вы будете делать. Я не представляю, что вы будете делать, если вы не умеете очищаться. Я просто не представляю. Что можно сделать в медицине, если человек не умеет очищаться или, скажем так, не загрязняться. Так вот. Но главный вопрос – зачем? Вот этот вопрос врачи очень сильно дискутируют. Зачем человеку чиститься? Вы будете слышать везде – у него и так все внутри чисто. Внутри нет никаких шлаков, внутри нет никаких токсинов, никаких ядов в организме нет. Откуда они могут взяться? Чем же не кушают яды, да? И большинство врачей стоят на позиции, что в организме нету никаких ядов. Поэтому сейчас я на коротенькую секундочку прервусь, и мы вам покажем один из моих самых любимых роликов о том, каким образом мы получаем в организм токсические яды. Причем токсические яды на уровне выживания человека, токсические яды на уровне разрушения генетики, токсические яды на уровне, просто на уровне смерти человека. Поэтому посмотрите, кстати, вот очень многие люди говорят таким образом. Я питаюсь исключительно правильно, поэтому мне не надо очищаться. Я говорю, а что же такое вы правильно питаетесь? Расскажите. Я употребляю только фрукты и только овощи. Поэтому я считаю, что у меня никаких ядов, никаких токсинов, ничего в организме такого нет. Но я почему-то болею по непонятно какой причине. Почему-то у меня чуть ли не, условно говоря, лейкоз, или чуть ли не гепатит, аутоиммунный какой-нибудь. Но питаюсь я при этом исключительно правильно, я вегетарианец. Вот посмотрите этот учебный роличек такой, чтобы вы поняли, откуда мы это получаем. Смотрим. Не портились и оставались привлекательными на вид. Их срывают с ветки зелеными, а для принудительного созревания используют химические вещества карбиды и гасэтилен. Проведем эксперимент со шкуркой банана. В результате химических исследований на поверхности выявились такие вещества, как талуин, ацетон, этиленолкоголь, метиленкарбинол, ацетонитрил. Эти вещества остаются на кожуре фруктов и овощей после обработки их карбидами. Все овощи и фрукты, которые мы видим на прилавках магазинов и рынков, обязательно подвергаются химической обработке. Иначе они не дойдут до потребителя в привлекательном виде. Поэтому крайне важно перед употреблением в пищу мыть все фрукты и овощи со специальными средствами или в ультразвуковой мойке. В обычных условиях, под простой струей воды, эти вещества не смываются. Также для лучшего хранения фруктов и овощей используется специальная оберточная бумага или сеточка, которые пропитаны люминесцентным составом. Для эксперимента испытатель чистыми руками счищает кожуру с мандарина. В специальном освещении мы можем видеть, как руки человека и сама мякоть фрукта становятся запачканными веществом, которым пропитана упаковочная бумага. Попробуем помыть мандарин в воде. Но как бы тщательно мы не мыли, люминесцентное вещество не смывается ни с рук, ни с кожуры фрукта. Еще фрукты покрывают специальным защитным составом, который позволяет удерживать влагу внутри плода и придает блеск кожицы. Такой фрукт выглядит привлекательно внешне, но его ни в коем случае нельзя употреблять в пищу непомытым со специальным веществом и с неочищенной шкуркой. Проведем еще один эксперимент. Нанесем защитное вещество на кожицу мандарина и оставим рядом с мандарином, на который ничего не нанесено. Через 5 дней мы увидим, что простой мандарин подвергся процессу гниения, а обрысканный выглядит свежим. Проведем эксперимент с виноградом. В непромытом винограде на кожуре выявлены такие химические вещества, как табуканазол. Но и после того, как виноград промыли под проточной водой, ничего не изменилось. На его поверхности так и остался табуканазол в том же количестве. Химические вещества, которыми обработана кожура после того, как фрукты или овощи были сорваны, несут огромную опасность для здоровья человека. В 2006 году проведены исследования о влиянии подобных химических веществ на состояние здоровья лягушек. В результате этих исследований выявилось, что у головастиков лягушек при рождении отсутствует хвост, а взрослые лягушки на несколько сантиметров меньше своих здоровых собратьев. Итак, все цитрусовые, бананы, дыни, ананасы, виноград обрабатываются газом, содержащим гормон роста. После обработки на кожуре фруктов остаются химические вещества, которые, попадая в организм человека, вызывают развитие всевозможных заболеваний. Не удивляйтесь, если в коробке с фруктами вы найдете небольшие кусочки сухого вещества. Это карбид. При взаимодействии с водой карбид выделяет газ ацетилен. Всем известный взрывоопасный газ. Карбид в результате процесса окисления выделяет ядовитый газ и другие отравляющие вещества, которые пагубно влияют на здоровье человека. С точки зрения науки и медицины, карбид ни в коем случае нельзя применять для ускорения созревания фруктов. Но китайские предприниматели не заботятся о вашем здоровье. Их интересует прибыль. Не меньшую опасность несет такое вещество, как талуол. Оно также выделяется при окислении карбида. Талуол вызывает расстройство пищевой системы, а также поражает центральную нервную систему. Поэтому старайтесь покупать фрукты, которые не блестят. Тогда вы можете быть хоть немного уверены, что вещества, которыми обрабатывали фрукты, не попадут в ваш организм. Благодаря ваксе, покрывающей фрукт, внутри плода долгое время сохраняется влага, которая не позволяет фрукту высохнуть и испортиться. Однако в состав этой ваксы входит нулпариновая жирная кислота, которая вызывает развитие раковых клеток. Над этим стоит задуматься серьезно. Итак, мы посмотрели с вами токсическое воздействие фруктов. Поэтому, пожалуйста, учитесь не только очищаться, а учитесь и приготовить еду таким образом, чтобы она на вас не действовала, как смертельно опасный токсин. Но иногда мы можем не знать о том, какие нас подстерегают опасности. Уже только ленивые не знают, что нужно яблоки мыть, что нужно их содой обрабатывать, чтобы снять вот это воздействие вредных кислот. И очень многие люди уже и бананы обрабатывают, и правильно, в общем-то, делают. То есть фрукты надо подготовить, чудес не бывает. Они все содержат гормоны роста, они содержат различные серьезнейшие отравляющие вещества, которые их предохраняют от грибкового гниения.